Подготовка ко всемирным играм кочевников идет полным ходом. На днях центральная площадь Аллато и общественный транспорт столец были украшены в тематике игр. Кроме того, сейчас художники, дизайнеры создают сувениры, ювелирные изделия, а также медали для спортсменов и участников игр. Подробнее. Наргуль Саматова. Работа в мастерской художника Алиджана Амонтаева кипит. Здесь разрабатываются различные эскизы медалей для победителей игр кочевников. Да, такой звериный стиль и, естественно, все, что символично было для кочевников. Это вот барс, это вот орел, лошадь, горный козел, вот это все вещи. И сам человек тоже, допустим. Художник создал коллекцию сувениров, войлочных сумок, кожаных изделий с логотипом игр кочевников. Все эти вещи будут вручены почетным гостям и участникам мероприятия. Борцам, им, допустим, вместо медали, как бы еще предложить вот такой кур, кур победителя. Он должен быть дорогим, он должен быть сделан из серебра. У кочевников не было таких вот первого, второй батыр, третий батыр, четвертый батыр, такого не было. Был один главный батыр, который был действительно батыром. Во всех изделиях главный логотип игр кочевников, разработанный художником Майрам Кулом Асаналиевым, который сейчас находится в Китае. На основе его эмблемы разработаны пиктограммы по всем национальным видам спорта, вошедшим в спортивную программу игр. На днях мэрия украсила баннерами с этими рисунками главную площадь страны. Здесь первым стоит Салбурун, здесь виды борьбы, здесь стоит уже, например, лучный спорт, Ордо, Таях Тартыш, Товус Коргол, лучный спорт на земле, Найзасаю и виды скачек. Эти пиктограммы, напоминающие наскальные рисунки Сайма Луташ, были одобрены историками. Основной логотип получился удачным и всеобъемлющим. Он включает в себя всю философию кочевой цивилизации, отмечают они. Эти пиктограммы разрабатывались очень давно, это на протяжении нескольких лет. То есть есть определенные авторы, которые брали именно исконно традиционные и, как вы правильно отметили, это из взятой основы из Сайма Луташ и наших древних рукописей и надписей, которые у нас на территории сегодня находятся. Всемирные игры кочевников направлены на развитие традиционных национальных видов спорта кочевых народов, отражающих их культуры и традиции. Философия игр – это культурное единение всех этносов и популяризация этноспорта во всем мире. Нургуль Саматова, Эльдиара Санбаев, Общественный Первый канал.